добрый день сегодня по многочисленным просьбам я хочу остановиться на таком вопросе как лимфодренажный массаж вопрос вызывающий у меня нервный тик уж столько он поднимается моими студентами и столько сломано копии по поводу этом по поводу этого массажа лимфодренажный массаж вы знаете что при прохождении крови через микроциркуляторное русло через капилляры часть жидкости выходит за пределы капилляров потом часть возвращается а часть этой жидкости соединяется с волокнами и затем уже виде лимфы происходит отток от органов вот этот отток от органов лимфы венозное русло через лимфоузлы называется лимфодренаж у меня к вам есть вопрос можем ли с вами каким-то образом массировать лимфососуды не массируя не затрагивая скорость движения крови в венах и в артериях нет я хочу вам сказать что для меня лимфодренажный массаж это нонсенс это просто глупость это чушь есть лечебный массаж при отеках это те случаи когда вот как и когда как раз рекламирует необходимость лимфодренажного массажа например маст эктомия после онкологии да вот удалили у женщины грудь и если раньше мы массаж не делали то сейчас это прописанные входят во все протоколы то есть у женщины опухает рука мы никакой не лимфодренаж делаем мы делаем обычный классический лечебный массаж мы подбираем только те приемы которые необходимы то есть этот массаж выполняет человек с медицинским образованием поэтому это методика классического массажа но приемы которые определяются для этого заболевания то же самое при венозном стаде там венозный отек ног то же самое то есть во всех тех случаях когда мы говорим с вами о необходимости лимфодренажного массажа это обычный классический массаж но это лечебный массаж мне иногда возражает игорь валяй что не говорите такое вот у нас долгая практика значит вот когда мы помассируем человека помассируем а потом так нажмем ему на живот с одной стороны глубоко потом опять нажмем с разных сторон помнем живот показывает мне эти методики и человек прямо быстро-быстро бежит в туалет насчет помочиться то есть вот вот как действует наш метод лимфодренажа на самом деле все не так на самом деле когда мы массируем человека представьте себе если этим большие участки тела если это общий массаж у нас повышается основной объем у нас учащается сердцебиение у нас повышается выработка отделение мочевины у нас выработка мочи увеличивается поэтому человек после всегда после массажа он ужас и так думает о том как бы ему сходить в туалет и если в этот момент человеку еще начну начинают же давить на живот глубоко с одной стороны с другой стороны да то это фактически давление на мочевой пузырь переполненный человек просто бежит тогда скорее порожниться дорогие мои я очень много вижу рекламы лимфодренажного массажа и построенным на этом на этой рекламе спекуляции вот я придерживаюсь такого мнения зарабатывать можно врать не надо лимфодренажного массажа нету есть обычный классический массаж лечебный а у